В Студгородке сползает территория еще одной многоэтажки. Речь о самом большом доме стройкомпании реставрация на Керенского 32. С северной стороны здания зигзага и дельвейс подмывает огромную подпорную стену. Видео сделал житель дома. На кадрах видно, у наследия реставрации есть ливневка, но она не работает. Вода размывает от мостки. Ну а далее еще несколько коротких новостей. Детский сад в районе кардиоцентра на 300 мест, следующий в очереди на строительство. Сейчас на сайте госзакупа как раз определяется подрядчик на создание проекта. Пока место будущей стройки это чистое поле, но в ближайшее время здесь появится сразу несколько живых комплексов. Недалеко будет построена и детская многопрофильная больница. Проект еще одного садика поменьше на улице Крайне в этом году также будет разработан. Дикий случай на Кузбассе. Там женщина задушила сожителя ягодицами. После ссоры дама весом под сотню килограммов села спящему мужчине на лицо и шею. Одумалась и испугалась страстная сожительница только после того, как любовник перестал сопротивляться. Мужчина умер от удушья, постановили медики. Старенький Запорожец 1965 года выпуска украл на стоянке шиномонтажки житель города Железногорска, чтобы сдать его на металлолом. О пропаже советской техники тут же заявил в полицию ее владелец. Он рассказал, что собирается восстанавливать малолетражку. Дело раскрыли быстро, приметную раритетную технику, спасли от пресса и вернули хозяину. Грабитель под подпиской о невыезде. Красноярцы бьют рекорды по количеству выброшенных диванов и старых матрасов. Левобережный региональный оператор подвел итоги работы в майские каникулы. Мусоросборщики заметили, что незапланированный отдых горожане посвятили генеральным уборкам и ремонту. На стоянке традиционно везут все подряд. Даже то, что не должно вывозиться на полигоны для строительных отходов. Плюс в городе появилось два десятка нелегальных свалок. В лесном пожаре по Дачинскому погиб медвежонок. Его нашли лесничьи после осмотра территории. Малышу было не больше трех месяцев. Ветеринару установили, что зверь задохнулся в дыму.